Всем привет, с вами Илья. Давно я не собирал самоделки Лего. Недавно я захотел собрать что-то из техники Империума. И мне пришла в голову мысль собрать истребитель Империума. Прикинул в голове цвета, как он будет выглядеть, форма. И начал собирать. Вот, что я собрал. Имперский истребитель Раптона. В нём сидит Раптон. Цвета Империума. Чёрный, золотой, тёмно-красный, прозрачный оранжевый, оранжевый цвета. Немного тёмно-серого цвета. В наборах второго полугодия 23-го года у злодеев техника была небольшая. Небольшие аппараты. Была имперская гонча истребитель драконов. Я решил собрать что-то среднего размера, довольно крупное. Вот такой вот истребитель. Стандартного размера, длину, размах крыльев. Цветовая гамма Империума. Старался придать истребителю формы, характерные техники Империума, которые уже есть. Давайте начнём с кабины. Здесь сидит Раптон, стекло открывается. Вот такое место для пилота. Здесь рычаг, панель управления. Такая вот носовая часть. Здесь клинки, мечи золотые. Вот прозрачные детали. Вот так вот переходит. Здесь статс-шутеры стреляют прозрачными оранжевыми глазками. Чтобы охотиться на драконов или сбивать противников. Такая вот изогнутая форма спереди. Здесь крупное утолщение. Золотые скосы. Детализация. Здесь сзади над кабиной решётки. Середина истребителя. Здесь скосы. Вот эта часть. Здесь наклонная деталь. Немножко она может шевелиться. Но вообще она в таком должна быть положении. Там я немножко добавил внутри детализации. Будто механизмы, двигатели. Вот такая вот конструкция. Решётки. Вот здесь вот хвост истребителя. Он может так вращаться. Может вверх-вниз регулироваться. Чтобы маневрировать в воздухе. Сзади турбина. Прозрачно-оранжевые детали. Крылья. Я задумал сделать им такую форму. С разведлениями такими. Вот основная часть. Здесь небольшое ответвление. Здесь вот золотое крыло. В основе большие чёрные пластины. Сверху отделка скосы. Тайлы. Прозрачные детали. Здесь золотые мечи. Сюда я применил деталь мехов кор. Вот. Оранжевые. Вот эти закрылки золотые могут двигаться. Вот. Опускаться. Могут регулироваться. Тоже для маневрирования в воздухе. Крылья не раскладываются. Они вот в таком статичном положении. Под углом. С этой стороны всё точно так же. Снизу выглядит вот так истребитель. Пересечение пластин. В империуме развитой технологии. Поэтому я старался придать технологичный вид истребителю. Соответствующий империуму. И вот рядом можно поставить имперскую гончу истребитель драконов. И вот они сходятся по цветам. По некоторым формам, угловатостям. Было бы здорово, если в наборах вышло что-нибудь подобное. На этом всё. Если вам понравилась эта самоделка, то поставьте этому видео лайк. Подписывайтесь на канал. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока.